Я достаточно рад, что я сегодня снова здесь. И я надеюсь, что вы также рады, что вы здесь. Потому что мы живем в очень важное время. Мы живем в то время, когда Бог уже что-то сделал, даже если мы это не видим. И я также верю, что Бог сделает что-то особенное на этой неделе для вас, даже если вы об этом не знаете. И я также очень рад о том, что говорит Божье Слово. Тот, кто знает меня немного лучше, знает, что я очень люблю познавать и изучать Слово Божье. Потому что Его Слово настолько богатое, настолько полное. И поэтому я удивляюсь, почему мы каждый день не прыгаем и не празднуем, как Симхат Тара. Мы могли бы прыгать от того, зная то, что Бог вложил в Слово Слово. Олег asked me a very interesting question this afternoon. Этим вечером он мне задал вопрос очень интересный Олег. He said, what's so exciting about the book of Acts? Что ж такого удивительного в книге Деяний? Book of Acts is very important for us. Книга Деяний, она очень важна для нас. Потому что она дает нам несколько таких вещей. Она дает нам структуру миссии, миссионерства. Она дает нам структуру, как нам достигать других для Ишуа. Она также показывает, как нам строить на хорошем, правильном фундаменте наши общины. Но также она говорит о таких личных вопросах, которые касаются нашей личной жизни и хождения с Богом. Поэтому моя работа на этой неделе Сделать, чтобы вы удивились О Слове Божьем и то, что Он говорит в Нем. И я надеюсь, что я буду в этом успешен. Есть очень особенная такая специфическая структура в книге Деяний. Она была написана с особенной целью. Так, давайте начнем. Когда мы изучаем любую книгу из Писания, нам нужно рассмотреть два уровня. Первый из них Нам нужно изучить его на человеческом уровне. Я думаю, что вы очень такие рады от того, что приглашены здесь больше людей. Когда вы привели своих друзей, мы будем увеличивать нашу кому-то. Потому что я считаю, что очень важно делиться тем, что Бог открыл нам через Его Слово. Первое, это мы изучаем на человеческом уровне. Мы узнаем, кто написал и почему. А также мы должны понимать то, что каждая книга, она направлена в конкретную ситуацию. И также для конкретной группы людей. Очень часто Писания неправильно истолковываются. Потому что они не рассматривают на этом уровне. Они смотрят его на уровне словаря, когда растолковывают его. Но чтобы понять, что он значит, нужно ответить на вопрос, когда он был написан. Какая была ситуация в то время. И к каким людям эта книга имела обращение. Это нам поможет перевести нам то, как нужно ее применять нам сегодня. И как мы можем ее применять. На этом уровне. Мы смотрим на историческую ситуацию. И мы ищем, чтобы это слово было реальным в этом историческом контексте. Я вдохновляю вас делать хороший конспект. Потому что я сделал для вас вопросы, которые у вас будут после. И на некоторые из этих вопросов вам нужно обратить очень хорошее внимание. На второй уровень, на который мы будем рассматривать. Это вечный уровень. Спрашивая, почему Дух Святой предназначил эту книгу для нас. И нашел тот путь, по которому эта книга открылась нам сегодня. Мы могли бы определить эти два уровня. Как исторический. И экзистенциальный. И экзистенциальный уровень отвечает на вопрос, почему она была написана. Какие были человеческие причины за этим. Экзистенциальный, он касается того, почему она в Виблии. И почему Бог хочет, чтобы мы знали ее. Это очень важный такой путь изучения Писания. Павел говорит, что все Писания написаны. Для нашего преимущества. Для обучения, для исправления. И поэтому нам нужно понимать, о чем говорит Писание нам. Бог, Он совместил это вместе. Он такой автор. И мы должны понимать, что в Писании нет ничего случайного. Оно там с целью. И очень часто мы читаем Писание, и нам может быть трудно понять его. И поэтому мы его отталкиваем, чтобы оно нас не отягощало. Многие из нас, они ленивы по характеру. Мы не хотим тратить время на работу. Но когда это касается Писания, я вас действительно вдохновляю. Используйте это время. Молитесь об этом. Простите Господа открыть его вам. Пускай Дух Святой работает в вашей жизни. Потому что это важно. И как я уже говорил, что были очень-таки прекрасные времена. И как я уже сказал, что нам нужно все более и более изучать Писание, чтобы двигаться вперед в том, что Бог запланировал. На молитвном служении и на шаббате я буду говорить об этой идее, что нас ждет. У Бога есть, что Ему сказать. Когда мы используем такой двусторонний подход, он помогает нам более глубже познать Писание. И я думаю, что это особенно касается тогда, когда мы изучаем книгу «Деяний». И мы начинаем сейчас рассматривать с исторического уровня. И первое – кто написал и почему. И как мы знаем, автором является Лука. Врач по профессии. Он родился в Антиохе в Сирии. И есть очень много таких рассуждений, кем являлся Лука. Лука написал две книги Нового Завета. «Евангелие от Луки» и «Деяния». Нам очень важно понять, почему Бог избрал его для того, чтобы он это сделал. И, как я уже сказал, есть такое обсуждение, кем является Лука. Многие верующие верят, что Лука был из язычников, не евреем. Я не согласен с этим. Хорошо. И я объясню вам, почему. Я верю, что есть такие очень ясные, определенные доказательства, что Лука являлся евреем. Как мы изучаем и говорим слово, мы всегда упоминаем, что вся Библия – это еврейская книга. И все те, кто написали Библию, Танахи и Новый Завет, были евреями. Очень часто кто-то может задать вопрос, «Что насчет Луки? Не был ли он не евреем?» Это мы учили через всю историю Церкви. Очень долго и очень постоянно. Что сейчас, на сегодняшний день, это не подвергается сомнению. Если вы пойдете во многие теологические колледжи, если вы зададите вопрос многим пастырям, без того, что вы будете не евреем, если не задавая вопрос, кто написал книгу Луки, кто он, то они скажут, что он был не евреем. Почему? Однако, если вы начнете изучать, как этот вывол был достигнут многими библейскими комментаторами, вы увидите, что подтверждение, которое они дают, оно очень такое маленькое или очень тонкое. Идея, что Лука был не евреем, она больше традиция или желание, чтобы это было истинно, нежели имеет библейское основание. Это может даже не выглядеть важным, был ли он не евреем. Но когда мы говорим о значимости его работы, этот вопрос становится более важным. Пересчитывая количество страниц, написанных Лукой в книге Деяний и в Евангелии, становится ясным, что Лукой написал наибольшее количество, чем любой другой автор Нового Завета, включая Павла и Иоанна. Часто люди говорят, что Павел написал большую часть Нового Завета. Да, он сделал большой вклад. Но я верю, что Лукой сделал равный вклад в Писание. Если Лукой был не евреем, тогда Господь доверил больше страниц Нового Завета не еврею, чем другому автору. Я считаю, что это было бы значимым сказать, как минимум об этом заговорить. Я знаю, что верующие из неевреев были бы рады иметь одного из своих, автора из канона Нового Завета. Поэтому нет никакого желания найти что-то, что противоречит. Когда я начинаю объяснять вот эту позицию насчет Луки многим верующим или профессорам, они на меня смотрят, как на сумасшедшего. Но я им говорю, возьмите вот это подтверждение, что Писание говорит. У нас есть очень много традиций, которые вошли в наше верование. И с некоторыми все нормально. И нам нужно беспокоиться о том, чтобы не делать то, что делали фарисеи и саддукеи. Чтобы не ставить традицию выше Слова Божьего. Является ли наша традиция настолько важной? Соответствует ли она Писанию, когда мы на нее так свободно смотрим? Когда мы смотрим на подтверждение, я вижу, что есть очень важное подтверждение, что Лука был евреем. Я скажу следующее. Я верю, что мы не можем конструктивно объяснить этот вопрос. Но мы должны взвесить подтверждение. Писание никогда не было специфическим о прошлом Луки. Давайте рассмотрим одно из самых частых подтверждений, что Лука был не евреем. Обычно комментаторы они говорят просто, что Лука был не евреем. Без подтверждения. Некоторые комментаторы представляют некоторые факты о вопросе прошлого, что Лука был не евреем. Один из этих фактов о том списке, который упоминается в послании к Колоссянам. В 4-й главе послания к Колоссянам Павел завершает свое письмо списком людей, которые были с ним. Как он писал свое послание. И те, которые были там названы, Павел делает у них такое утверждение. Он говорит, что некоторые, которые были с ним, они были из обрезанных. Колоссянам 4-я глава 10-й 11-й стих. Приветствую Колоссянам 4-й 10-й 11-й Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус прозываем Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, Бывшие мне отрадую. Они были естественно евреями по причине обрезания. Но неясно к каким людям это относилось. более ясно, что это первые три. Марк, Аристарх и Иисус прозываем Иустом. Павел не включает Тихия Иоаннисима. Которые были упомянуты в 7-9 стихе. Позже в этой же главе в 14 стихе Павел обращается к Луке, своему любимому врачу. Поэтому этот аргумент фактора сделается так как Лука не упомянут в списке обрезанных, поэтому он не должен быть евреем. Однако все равно же это очень такое тонкое подтверждение. В том тексте, который мы цитируем сейчас от Павла, Павел говорит о тех служителях, которые были в служении проповеди. Однако Лука никогда не был описан как вовлеченным в служение проповедования. У него была совсем другая функция. И мы к этому вернемся. Он был личным врачом Павла и историком. Это было бы неправильным включать его в список людей, которые проповедуют Слово. Также есть причины из его прошлого, по которым Лука не вошел в этот список. Потому что он был вовлечен в это служение в это определенное время. Те, которые поддерживают, что Лука был не евреем, Лука не в в это подтверждение. Но это рискованно строить такое мнение на этом утверждении. И это самое сильное подтверждение в Библии, которые используют те, которые верят, что он был не евреем. Как я уже сказал, нам нужно взвесить эти подтверждения, был ли он евреем или не евреем. Другой аргумент, который также об этом говорит, это его имя, Лука. Оно подтверждает, что он был не евреем. У него не было то, что мы называем еврейского имени. Однако имена, которые упомянуты в Колоссянам 4, которые являются изобрезанных, являются именами неевреев. Аристаркус, Марк, Юст. Павел также называет себя римским именем, которое он использовал через все служение среди неевреев. вместо того, чтобы использовать имя на иврите Саул. И также для этого есть причина, и мы также к этому вернемся. Тем же образом у Петра было имя на иврите Шимон. Объяснение этой ситуации заключается в том, что все евреи, которые жили в диаспоре, использовали два имени. Одно имя на иврите, которое использовалось в синагоге, и другое имя греческое, которое использовалось в делах. поэтому имя Лукана могло быть имя для еврея, который жил среди неевреев. Как я уже говорил, что он был рожден в Антиохе Сирии рядом с Израилем. Поэтому он был частью этой диаспоры в это время. И поэтому он был известен то, что называется нееврейским именем. Некоторые утверждают, что профессия Луки, что он был врач, подтверждают, что он нееврей. Это приводит к мысли, что не было докторов евреев в римском мире. Эта идея на неправильность, заблуждение. Ишуа обращался к врачам в нескольких ситуациях. В Луки 4.23 В Ручьи, исцелите себя. В Матфея 9.12 Те, кто ищут, они нуждаются во враче. Это ясно показывает, что эта профессия существовала в то время в Израиле. Сегодня мы имеем очень много известных хирургов, врачей, евреев. Я не верю, что была какая-то разница в другие времена. У них есть такая привычка вовлекаться в эту профессию. Поэтому мы видим, что никакой из аргументов, что Лука был не еврей, не является сильным. евреем. Поэтому давайте рассмотрим те подтверждения, которые могут нам показать, что Лука был евреем. как я уже сказал, причина, по которой я так иду глубоко, что для нас важно понимать, кем он был и что он делал, и потом мы поймем, почему он написал так, он это сделал. В моей идее есть несколько аргументов, которые подтверждают, что Лука был евреем. Нет никаких утверждений в Писании о прошлом Луки, что он был евреем. И поэтому нам нужно посмотреть на эти указания, которые есть уже в Писании. На первое, что я хочу посмотреть, что есть такое приоритетное правило, касающееся Писания. То, что Павел указал в римлянам. После того, как он показал греховное состояние еврейского народа, объясняет, что евреи являются таким же субъектом греха, как и неевреи, Павел задает очень важный вопрос. Павел спрашивает, какое преимущество быть евреем? разница разница в разница какой настоящий ответ? Я очень часто задаю, какой же настоящий ответ? Является ли важным, кем мы действительно являемся? Я так не думаю, потому что Павел очень ясно объясняет, что нет разницы только в одном смысле. Писание приходит тогда, когда они касаются Писания. И поэтому мы читаем в Римлянах 3 глава с 1 по 2 стих. Как написано во 2 «Великое преимущество во всех отношениях, а наипачия в том, что им верено Слово Божие». И Павел здесь очень ясно говорит, что Писание или важность Писания дано народу Израиля. Это самое главное преимущество, о котором Павел говорит о евреях. Когда Бог дает революцию откровение о себе человечеству, он дал его через народ Израиля. Весь Танак является еврейским. Мы это понимаем, мы это знаем. И мы соглашаемся с этим. когда говорим о Писаниях Нового Завета, люди начинают иметь свою точку зрения. Но также очень ясно, что многие авторы Нового Завета являются евреями. также очень важно понимать, что когда Бог хочет иметь коммуникацию, передачу информации, тогда Он хочет это делать по одному каналу. Все, что произошло с евреями в истории, все, какие чудеса с ним были, дало возможным Богу говорить не только с евреями, но и со всем человечеством. мы допускаем многие ошибки в истолковании Писания, когда мы не обращаем внимание на этот подход. И сквозь историю церкви мы стараемся избегать еврейских корней. Поэтому многим церквям, которые не имеют еврейских корней, нужно вернуться к этому пониманию. Но к сожалению, даже в мессианском движении есть такой отход по причине истории церкви. Этого намного меньше. И оно меняется. Но нам нужно менять больше. Но нам нужно менять больше. Особенно церкви, если мы хотим двигаться дальше. Бог не использовал евреев для этой цели в истории. как верующей из неевреев. Я считаю, что это сложно слушать. Мы страдаем от этого антисемитизма, который был принесен в церковь. и нам всем нужно остерегаться его. Потому что что-то пытается убрать то, что нам осталось, то, что мы имеем. Божье правило заключается в том, что евреи это те, через которых он передает откровения. Если Лука был исключением, бремя доказательства будет на тех, кто говорит, что он был исключением. то, что нужно доказать конклюзиво что Лук был gentил до того, что нужно доказать конклюзиво что Лук был gentил. Ни кто хочет сделать этот argument нужно доказать конклюзиво что Лук был не евреем он должен сделать это окончательно. Если вы хотите отвергнуть это правило Божье правило, что Бог использовал евреев для передачи откровений. тогда нам нужно утвердить, что Лук был евреем, несмотря на предшествующие доказательства. причина по которой я делаю это утверждение это то, что мы нуждаемся в истине Писания. что нам нужно вернуться в понимание Писания как лично и в понимании взаимоотвшения с Ешуа. что это правило это истина. что истина в условиях. все что другое приходит с другого места и не согласно с этим не должно рассматриваться как истина. Писание является нашим основанием фундаментом. Писание является нашим основанием фундаментом. Писание является истиной в каждой ситуации. Если слово говорит что-то, то мы должны это без вопросов. должны принимать это без вопросов. Это важно. Мы задаем вопросы людям. Мы любим задавать вопросы. И вы можете. Но не к Писанию. примите это от меня из-за моего 50-летнего изучения Писания. Писание – это истина. У него есть вещи, которые он хочет сказать нам в жизнь. и мы должны ставить выше всего другого. Оно приводит нас в взаимоотношение с Богом. Оно дает нам много наставлений для нашей жизни. И это очень удивительно для нас. оно удивляет меня, оно не утомляет. Я не могу удовлетвориться полностью им. По той причине, что я больше не в обычном рабочем мире, у меня есть время. Я провожу часы, изучая Писание, молясь за Ним. Спрашивая Бога, чтобы Он открылся. Даже если перед этим я провел много времени в этом. Я не люблю говорить так, что я на пенсии. Потому что я не верю, что есть пенсия в Божьем мире. не в том, как мы об этом размышляем. Я хочу работать для Господа до того времени, как я пойду на небеса. Если это мой вариант, мой выбор, я не остановлюсь. потому я верю, что у нас есть возможность расти и становиться сильным в том, что Бог хочет у нас. верить в то, что оно говорит. Поэтому подтверждение, что Лука был не евреем, они очень слабы. были благословены многими путями. евреями, Писанием, и особенно в период церкви, когда он использовал свое царство. но Бог никогда не обращал, не говорил о том, что он изменил свое правило использования евреев в своей подаче откровений. Поэтому если Бог не изменился, нам не нужно. Мы берем перерыв. что не это не не не